Девятсот шестьдесят девять машина. У нас сейчас период, цифра девять шестьдесят девять, слава богу, период двенадцать прошел, потому что период тринадцать это шесть, а девять шестьдесят девять это просто нормально. Падает старый. Падает старый. Падает старый. Да, мы на самом деле два месяца ничего не записывали, потому что двадцатого мая, когда я записывала интервью с Олей Чебукиной про магию, у меня активировалась шишковидка, потому что я нащупала свое предназначение. И у меня есть теория, что шишковидка активизируется в тот момент, когда человек приходит к своему реальному высшему предназначению. Те, кто подписан на меня в инсту, вы видели, как меня перло, и все думали, что я жру кислоту два месяца. Я вроде приземлилась, и мы начинаем снова что-то снимать, вот у нас контент, я закрылась в этой башне с Сауроном за шестьсот кассов месяц, но зато там бронированная дверь, и никто не подползил, потому что высоко, и просто там сижу, читаю книжки, какие-то теории заговоров, короче, меня вообще переключило на другую сторону. Бизнес по косметике просто в ахтинге, потому что у меня сейчас прет всю команду. Почти у всех бизнес-партнеров точно такие же процессы, потому что все мои бизнес-партнеры — это белые маги с высшим образованием, то есть они на поломнических поездках, бесконечно они кого-то лечат, что-то целят. В общем, тусовка дальше бы добралась. Я всех одновременно включила, оборот купал на шестьсот процентов за месяц, мы охерели, конечно, потому что у нас обычно было плюс сто пятьдесят процентов в месяц, мы росли как атомная бомба. А тут у нас минус шестьдесят процентов за месяц, и мы просто в таком ахрене, потому что практически у всех моих подписчиков тоже какие-то переходы, всех активируют. У кого шишковидка, у кого еще в разную сторону, расставки, короче, у всех активизируется память ДНК. И в ближайшие пять лет это произойдет с каким-то процентом населения, но те, с кем это не происходит, вообще не понимают, что это, им кажется, что у нас едет шиза. Я резко переориентировалась на то, что я сейчас адаптирую подписчиков, куда все действительно происходит, насколько у меня очень высокий уровень прокачки. И я с двенадцати летом жестко на терапии, на всяких опасных голодовках, то у меня и включила посильнее, и пораньше. И я сейчас резко оброшу все дела и занимаюсь тем, что я стараюсь помочь людям пережить вот это все, потому что им кажется, что у них едет крыша, что они сошли с ума, их родственники пытаются сдать психушку, у них открывается изновидение, износлышание, изнознание, распаковывается очень много точных наук в виде математики, физики, химии. И там еще дальше. Потом все начинают видеть ДНК, геном человека, строение космоса, короче. И все думают, что с ними что-то не так. По факту, все нормально, просто сейчас у очень многих людей раскроются какие-то способности, которые были раньше не столь популярны. И теперь этих людей нужно как-то заново приземлить, снова социализировать, и чтобы они начали адаптацию, потому что они просто теряются. То есть у человека открылось изнознание за три дня, износлышание, и он просто сидит и не понимает, зачем он живет, кто, почему и что делает. И сейчас все мои силы там, но параллельно нужно как-то тоже бизнес вести, потому что очевидно, что бизнес, когда вся команда просто в каком-то ахтурге, он начинает реально рушиться. И какие бы у нас не были влажные процессы, вот у нас минус 60% за месяц, поэтому, поскольку я самая первая приземлилась из команды, то я самая первая получилась в работу. Сегодня у нас несколько съемок, завтра несколько съемок. Ну и это наш нормальный режим, с трудой этим работать. Я не знаю, что я думаю, давай вообще, я предлагаю, что сделать. Сесть на худшую штуку, вот сюда. Вот, отлично. В общем, сейчас еще потянись, потянись, уже 2-3 раза. И сюда, и потянись, здесь, здесь. Я покупаю, то есть, пыльная. Значит, светлый. Это вот так, правда, в нас обнимаются, потому что я не стянусь в эту баночку. Да? Да, да, просто не управляю. И чуть-чуть сюда ее сместили, еще, 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 еще. Вот, вот, пускай. Да, стянусь. Так. Так, внимание. Тут вышло, надо? Вышло еще? Вышло, надо. Видно, 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 все хорошо. Спинку, спинку разнее. Во, во, во. Слыбки, слыбки. Слыбки. Самое прекрасное новое, что мы выпустили миниатюры на абсолютно все наши позиции. И сейчас, когда мы выпускаем новинку, мы сразу делаем миниатюру. Миниатюра, ровно 100 миллилитров, пропускаем в самолет. И, например, теперь мне гораздо проще ходить в тренажерку или в спа, потому что я полноразмерные уже бутылочки с собой не беру. И, если раньше я куда-то ехала за границу, то, ну, там даже не 10, не не 5, я брала полноразмерные баночки, это было примерно 4 килограмма, потому что я пользуюсь всей линейкой, я уже привыкла, я уже без нее не хочу, зачем другим пользоваться, только портить себе кожу. И сейчас вес всего комплекта у меня примерно 600 грамм, что гораздо проще. И плюс вот эта новинка у нас, молочная луаль, она очень часто мне заменяет несколько средств. Я считаю, что это мультивакциональные средства, поэтому, в принципе, даже если вы возьмете вот такую одну малышку, она будет у вас в тренажерке, то ей можно и тело покрывать. И сижу кайфую, она мне прям открывает какое-то тонкое пространство. И, пожалуй, из того, что лично для меня не заметимо абсолютно, это шампунь и кондиционер в маленьких баночках, потому что у меня был опыт, когда я несколько раз где-нибудь в тренажерке помогла голос с местным шампунем. И потом ты тратишь еще неделю, чтобы их восстановить, покрывая маслом, делая маски длительные масляные. Потому что все-таки щелочной шампунь очень сильно портит волос, очень быстро его выводит из строя. Поэтому малышка-шампунь у меня тоже всегда с собой. Короче, надо смешать ехать до 24 этажа на этом лифте. Причем этот этаж снизу невозможно подняться, нужен ключ. Или я должна сверху отправить лифт на человека. Потом он едет на втором лифте туда и выход прямо на этаж. Короче, мечта. Но самое интересное, это если через вот эти боковые двери пройти и спуститься. Там есть в боковых отсеках здания потайные лестничные пролеты. Они вот такие узенькие, там вы можете пройти только одного. И меня проводили ребята через 8-ю квартиру на 3-м этаже. Там есть тайная дверь в полотеном шкафуковичном. Вот такая дверь зеркальная. Ее отодвигаешь, там еще одна дверь, она открывается. И ты заходишь на потайные вот эти пролеты. И они получаются во всю высоту здания. Я так понимаю, что можно было раньше ходить между квартирами. Но там, наверное, как бы больше на КИКИ не жили. Очень странная лестница. Я не очень поняла ее суть. Но в нее выход не из всех квартир. Короче, вот видишь, вот эта шляка. Да, и чтобы доехать, нужно ключ вот сюда. Вот так делаешь. Огниво. Огниво. Вау. Тут вообще очень много. Есть, короче, получается вот этот 24-й этаж. Он не жилой, там ФСБшники. Это этаж ФСБ, то есть полностью этаж ФСБшников. И получается, что мы живем на 25-м. И над нами еще два этажа в башне, тоже ФСБшники. У них там какой-то портал. И прикольно, когда набираешь в ванну, если в ванну погрузиться с ушами, то слышно пульсация, то есть слышно вибрации. У них там какое-то оборудование стоит. И слышно, короче, голову. А так не слышно. Доброе утро, Москва! Ну что, скучали, уважаемые подписчики? Слушай, ты на 0,5 какой-то жирненький. Не, вот так вот. Ну, так ближе, подожди, а на единичку? Вот, на единичку вообще, Томчик. Да, да. Ты тогда не жирный. Нет, жирный, ладно, все равно. Спасибо. Подожди, на 0,5 верно. Совершать. Мы идем в столов. Мы идем кушать! Давайте пишите скорее, чем вы сегодня завтракали, пока мы будем брать разнос и стоять на раздаче. Пошли в столовку. В столовочку, в столовку. Да, ведь... Мы как истинные бомжи, без определенного места жительства, а питаемся в столовке. Да, залог успеха. Там не дорога. Эконом питания в Москве. Эконом питания чек. Ну, давай, ты у нас лицо фирма. Давай. Что ты выбрал? Ну что, мои хорошие, как там дела на кухе? Ну, у меня камера трясется от смеха. Давай быстрее. А мы пришли, собственно, от... Ну, давай, заказывай уже быстрее. А я буду, значит, буратто с гаспачо и с томатов. Кстати, очень легко готовится, наверное. И все, я застыл просто. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, друзья, как там на заводе? А у нас новый день, новая Москва, новая пища. Ладно, ему надо сценарий. Смотрите, друзья, я всего три дня в Москве, а уже езжу на БМВ. Поэтому пишите мне. Мой директ всегда открыт для вас. И посмотрите, ну, успешных людей сзади. Мы едем в будущее. Новый день. Мы на кофе сырник. New Futures. Саша только что надоела корову, сделала сметану. Да. Испекла сырники. Испекла сырники. Да. Рада. Я сейчас. Смотрела кофе. А Майя сделала видео. На каком-то мире я хорошая хозяйка, но не в этом. Видите, такой красивый проспект. Хорошо, что мы арку сняли. Мы едем к Полине. Надо сделать фотосессию. Чаще всего мы производим контент для всех, кого мы продюсируем. Сегодня мы сделаем съемку. Потом съемку отдаем в команду. В команде еще около 30 человек работают. С тех пор, как у нас была большая платформа, команда все осталась. Спикеров мы убрали. И я содержала команду. На случай, если мы все это возродим. И вот у нас такая новая волна. Мы сейчас будем перепорфизироваться. В принципе, с ментального здоровья на... Я думаю, что это будет служить в боевой магии, в защитной магии. В общем, теперь по магии занимаемся. Вот так лучше. Это кто? Парад. Да, у нас бэкс-пэйдж. Картишки? Картишки попозже. Попозже? Сначала просто портретики подделаем. Просто с картишками легче будет расслабиться. Так, у нас тут загородная съемка. Класс. Немножко получаются. Все зеленое. Все зеленое, это хорошо, на самом деле. Это жизнь. Главное, что все красивое. Так. Видишь себя вот в зоне? Да. Блин, ну тут, конечно, волшебно. Все вот эти елки. Тут еще бассейн есть. Блин, реально теплый. Очень кайфово. Так, у нас тут застолье. Мы объедаемся картошечкой. Кто-то вот еще что-то вот интересное пьет. Типа меня кто-то. Отлично, хорошо. Так, сделаю еще. А как у нас поле смеется? Все. Все. Я не уверена за вот это, но... Нет, травку пока не будем. У вас цветы еще есть? Белые розы, да. У вас? Ого, смотри, у меня хорошо. Смотри, смотри, сейчас блик будет отлично смотреть. Так, делаю еще пару. Да. поля держи чуть-чуть смотри короче это имбирь лимон а мед это просто нечто самое когда влюбился кого-то все ты не видишь окружающие или когда на кого-то снишься а а а Субтитры сделал DimaTorzok